Серьезное слово «русский». Вот. Но я к вопросу вон такой. Получается, что перспектива преодоления какого-то химического периода у нас невелика. Ну, у нас не столько перспективы, сколько времени мало. У нас мало времени. То есть, понятное дело, что русская национальная революция мирная или не мирная, в зависимости от того, когда настолько будет жесткое сопротивление и со стороны верхушки, она наслевает. Ее никуда уже не делится. Ее уже первые раскаты на манеже и так далее не слышны. Слышны очень хорошо и отчетливо. И я знаю прекрасно, что в кабинетах всевозможных ее боятся. Ее боятся и пытаются как бы осознать, что с ним делать. Но у нас очень мало времени. Я боюсь, собственно, больше всего, потому что мы потеряем время, что мы не успеем до того, как пойдут те демографические катастрофические процессы, которые просто убьют Россию и русский народ окончательно. У нас есть запас буквально еще несколько лет. Причем в конце этих нескольких лет ситуация будет утяжеляться и утяжеляться. Вы называете себя врагом номер один всех русофобов. Вот в свое время на этот статус претендовали разным люди. Мы вспомним память Дмитрия Васильева, вспомним бедераря Неверка Кашова. Даже был благословленный, определенный Дмитрий Ракозий, который возглавлял партию войны, нынешней существующей. Их либо хритировали, либо дискредитировали, либо исправляли, давая новое назначение, имею дуракой звезды. Вот где грантия, что Игорь Холмакоров не постигнет та же участь? И вообще всех тех, кто называет себя врагом русофобов. Ну, понимаете, это не столько и все. Я напомнился на этот статус. Сколько они сами себя так определили. То есть, грубо говоря, я этот вывод сделал не из того, что я решил, что это сегодняшний день был главным врагом всех русофобов и так далее, а с того, что именно русофобской части нашей общественности была развязана компания по степени грязи, в общем, не сопоставимая ни с чем, ни против кого, как конечно, бывает, против меня. То есть, там не щетили никого, ни меня самого, ни семью, ни предков, ни маленьких детей и так далее. То есть, если бы у них была бы возможность, не знаю, меня схватить и сжечь, они бы, конечно, у меня схватили и сжечь, и сожжу. Вот. И в этом смысле верить не надо никому. В общем, мы не надо верить. Никому. Не надо верить. Хорошо, скажем, тот же самый пример Ракосин. Вот он заявил несколько дней назад, что русским националистам хватит мерзнуть на русских маршах, и надо идти в кабинет, где принимаешься в жизнь. Я написал, ребята, ой-ой-ой, очень плохая, очень опасная фраза. Эта фраза значит, что этот человек начал нами торговать, причем начал торговать не как бы лояльностью или одиннадцатым, чем Путином, это хоть убойно, пусть это самое, хоть любит друг друга с утра до вечера. Он начал нами торговать по практическим вопросам, по вопросам конкретных правозащитных акций, по вопросам конкретных политической активности. Проходит два дня, и по приземляющим сейчас для русских националистов делу достояние регистрации народного борца Мирзаева, который убил русского юноша в Москве, которого теперь в Сидиаспору пытается вытащить из тюрьмы, в которой она осталась только потому, что подключили русскую молодежь, когда сидел в новой манерной площади, только потому, что молодежь подразила, он сейчас сидит под стражей, а не отпущенся под залог и не скрылся в длинной загранице. Вот господин Рогозин по этому делу вдруг заявляет, а мне кажется, что Мирзаев поступил по-человечески оправданно, и русская молодежь на провокации не поддастся, никаких манежных не будет и так далее. Причем я понимаю прекрасно, что им не выкручивали руки, им не отбивали пальцы, чтобы он это сказал. Человек сам вызвался, что называется, в этом вопросе выступать в качестве штрихбейхера. Это говорит о том, что в принципе может придать в виду, что прочность каждого человека, она своя и она у людей по части очень маленькая. Грубо говоря, нужно не верить в индивы, нужно пытаться актуализировать этих критиков, нужно верить в принципы. Есть четкие принципы, сейчас, например, о русском национальном языке, это борьба за русскую статью конституции, это борьба за территориальные переустройства, страны, которые как бы русские субъекты федерации, тем или иным способом была тогда страны, это субъекты страны, с автономией, или было вообще даже еще больше субъектность, чем у автономных автономий. То есть в принципе вы почти сказали, что и ресурского Могорова исчерпали? Ну, знаете, я не могу, то есть, грубо говоря, я не могу бить себя в груди, как это русские люди, верят ли мне? Я не могу кричать, русские люди, верят ли мне, я вас никогда не предам и так далее. То есть, что называется, я не знаю, что может произойти по поводу организации, никто не знает. Вот, да, что, грубо говоря, это знаете, вот есть фильм такой, есть фильм такой, «Закаты до рассвета», где как раз, что называется, другого героя, в колесе с вампирами, там, при этом, если вампир кого-то чуть-чуть вкуснет, то он минуленно превращается. И вот главное, это, там, священник, который в этой команде участвует, там, протестантский, он говорит, что «Если меня укусит, 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 убивай меня, не забывай». То есть, ты знаешь, что это уже не я. То есть, поэтому то, что любой честный русский лидер должен сказать, это не вертельное, это не вертельное до конца, это, грубо говоря, если я предал, убивайте меня, не забывайте. Если вы увидите во мне следы поведения вампина, принципиальный вопрос, не в вопросах тактики, не в вопросах, что называется тактического выживания, вот есть вот, что называется некоторые конкретные бежки, например, предательство конкретных русских людей, предательство конкретных русских дел. Вот если человек предает в этом, значит, значит, все, значит, его не надо дальше воспринимать в качестве демократного. Ну, а последних вопросов. Возможно, для России воспринимать русскую партию, которая могла преодолеть без слов, то есть не процентный парьер Госдумы. Или русские настолько подвумлены в россиянарных отношениях, что они не способны разглядеть, где для них блага, где игры. Дело вообще не было, вообще не русских, если бы сегодня были, то есть для административных ресурсов. А, совершенно верно, совершенно верно. Это чисто административный парьер, это прекрасное понимание. Со стороны партии власти, того, что если появится партия, выражающая националистическое настроение, выражающая их серьезно, то эта партия будет одной из деминирующих сил даже при нашем очень честном голосовании. Поэтому вот этой партии не отпускает. То есть, что называется, была экстренная ситуация в 2007 году, когда сразу несколько партий был купил их Ходорковский. И тогда понадобилось срочно создавать блок Родина, который в значительной степени был именно националистической идеологии тоже. Но даже до следующего выбора уже не дали партия Родина, даже уничтожили, не дожидаясь эти следующие выборы. На выборы в 2007 году была такая довольно сладенькая в общем силы Дородного союза Боголина. Даже ее сняли с предыдущего Министана. Сейчас в этом предыдущем цикле даже не попытались, что называется, дать политическое оформление, политическое историческое националистическое настроение. То есть, грубо говоря, это административный парьер, который мы будем проламывать долго и, что называется, капитуляцию, в которую власть, конечно, пойдет только перед прямой и явной угрозой революции и всего такого. Но это не вопрос, что называется, нестаполитической неспособности русского народа. Не вопрос того, что ему это неинтересно. Это вопрос исключительно того, что наша административная система построена на категоричном и реализировании любых побых к русскому, очень прямой политической предстоятельности. Понятно. Для вас в проекте русской историки принимал участие Александр Арханов, и когда вернулся в Москву, он разговаривался статьей, где главный пафос заключался в том, что Пермя – это поле вития между красными человечками и термскими богами. Вот вы уже два дня в Перми. Какой вы ее почувствовали? Какие образные ассоциации вызвали? Ну, кстати, это образ очень хороший, Александр Андреевич очень четко почувствовал. Собственно, главное, то, что, например, эти красные человечки, сидящие на крыше, эти чистые воды, глумливые в обычном гельбиновском стиле, пародия на христафтинец. То есть это абсолютное… ну, гельб не может, чтобы не поглумиться на святые, вот он и здесь поглумился. Хотя в целом, в целом, как бы, этот проект, я уже сказал, об этом не дотягивает по инфернальности до чего-то такого, что я, например, себе представляю. Это просто халтура и попил бабла. Это попил денег, денег, которых остро на самом деле Перми не хватает. Потому что, смотрите, есть страшные противоречия. Пермь, Пермь и регионы, вообще один из самых богатых в России. У него здесь, у него здесь есть нефть, у вас есть искалий, и так далее, и так далее. То есть бюджет не испытывает критических трудностей с деньгами. При этом город Пермь содержится в гораздо худшем состоянии, чем Кострома, чем Ярославль, чем Красноярск, чем немало городов русских, в которых я был, чем Белгород, кстати, говоря, относительно патриотических губернаторов. То есть он просто физически довольно плохо вырослый. Причем видно, что вот сейчас подогнать…